Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. В тексте военной присяги порядка 40 слов. Для того, чтобы прочитать текст этой клятвы, новобранцу необходимо около 30 секунд. И за эту неполную минуту с ним происходит трансформация. Из юноши он превращается в мужчину. Теперь ему положено личное оружие, и он может привлекаться к выполнению боевых задач. Вы являетесь продолжением славных боевых традиций внутренних войск, а ныне войск национальной гвардии, заложенных нашими отцами, дедами, которые во благо нашего народа стали символом несгибаемого боевого духа. С напутственными словами к новобранцам обратились ветераны войны, представители городской администрации и духовенства. От имени сержантского состава перед принявшими присягу солдатами выступил сержант Михеев. Он еще раз напомнил молодым военнослужащим, что воинский долг они отдают не своим командирам и сержантам, а всей стране. Призвал неукоснительно выполнять все распоряжения и приказы. Только тот, кто способен переломить в себя свой эгоизм и слабости, может считаться настоящим воином. От имени принявших присягу новобранцев на торжественном митинге выступал рядовой Валеев. Он пообещал командирам, что он и его сослуживцы будут выполнять свой долг с полной отдачей сил. Мы будем стремиться, чтобы наша служба взывала у нас и у наших родных и близких чувство гордости за достойный выполненный передотечественным долгом. Пребывать в расположении части новобранцы будут на протяжении всего лета. За период весенне-летнего призыва ряды военнослужащих Саровской дивизии пополнится на 400 человек. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.